Здравствуйте! В эфире Арктик ТВ, программа «Открытая студия». Я Екатерина Новикова и с удовольствием представляю наших сегодняшних гостей. В студии Арктик ТВ заместитель главного врача Мурманского областного онкологического диспансера Роман Сергеевич Пономарёв, врач-онколог, врач-хирург, и Елена Анатольевна Билинсон, заведующая поликлиникой при онкологическом диспансере. Здравствуйте! Надеюсь на хорошую, интересную беседу, потому что есть, собственно, повод. А повод такой. Недавно в нашем регионе принят закон о реализации программы «Отктический доктор». Скажите, для привлечения специалистов молодых в наш регион, ваше учреждение, оно нуждается в специалистах? Эта программа для вас важна? Поддерживаете вы её? И какие вообще планы строите? Данный закон важен для любого лечебного учреждения в Мурманской области, тем более для онкологического диспансера и вообще для онкологической службы, потому что у нас тоже, как и в поликлиниках, и в других больницах, есть дефицит кадров. Это не только онкологи, это и анестезиологи, и патоморфологи, широкий спектр и в рентгенологи врачи. Поэтому очень хочется, чтобы на самом деле этот закон заработал, чтобы он не был просто декларацией наших желаний, а всё-таки, чтобы люди откликнулись, врачи-специалисты приехали и начали лечить наших жителей. Но ведь это не только карьерный рост, да? Какие привилегии будут иметь эти специалисты? Что их-то привлекает, на ваш взгляд? Мы надеемся, что 2 миллиона рублей, которые будут выплачены, назовём так, подъёмных докторам, которые приедут в течение 5 лет, как бы это, наверное, привлечёт, потому что параллельно с этим законом был принят закон об так называемой, назовём так, медицинской ипотеке, когда нуждающиеся в жилье врачи и фельдшера скорой помощи будут иметь возможность получить от государства 20% стоимости ипотеки. Там сложные формулы, сложные схемы, но как бы тоже достаточно, я думаю, интересный закон. Хотелось бы, вот лично мне, я выступал и на комитете по охране здоровья граждан, и на Думе, о том, чтобы такая бы ипотека была бы хороша вообще для медицинских работников, как в Московской области, в других регионах, где такие уже программы работают. Потому что я думаю, что многие бы, наверное, взяли бы квартиру, ипотеку себе, отселив детей, у кого и взрослые. Здесь много вопросов, и для меня, как для депутата, было бы важно, чтобы всё-таки закон мог покрыть как можно большее количество медицинского персонала. Ну, будем на это надеяться, да? Елена Анатольевна, ну, расскажите, поликлиника, которая функционирует, которая работает при онкологическом диспансере, её роль, кто ваши пациенты, как попасть, какой алгоритм действий, да? Когда столкнулся, услышал вот этот вот диагноз, это слово рак, всё, волосы, мне кажется, дыбом у всех начинают становиться. Наше отделение поликлиническое является консультативно специализированной поликлиникой, которая является структурным подразделением Мурманского областного онкологического диспансера. Мы оказываем специализированную помощь пациентам с ранее установленными злокачественными новообразованиями и с пациентом, у которых этот диагноз установлен ранее, которые получали лечение, да, и находятся под наблюдением. Мы самостоятельное отделение, в настоящее время у нас в штате работает 9 врачей, основных наших специалистов. Все мы имеем специализацию врач-онколог. Значит, разделений на узкие специальности вообще в онкологии как такового нет. Для удобства пациентов наших в первую очередь некоторые врачи у нас выполняют функцию, да, какую-то узкую ещё направленность имеют. То есть это онкогинекология, лор-онкология, онкология кожи, таракальная онкология. В принципе, это больше для удобства и пациентов. Хотя я вот на данном этапе как заведующая отделением, наоборот, настраиваю своих докторов и стараюсь поддерживать это в поликлинике, чтобы все врачи занимались всеми локализациями злокачественных новообразований. В первую очередь, чтобы мы не теряли свою квалификацию, чтобы мы были взаимозаменяемы, да, и могли оказать помощь любому пациенту с нашим профилем. И помимо девяти врачей наших основных в поликлинике, у нас есть ещё сейчас врачи-совместители. То есть, в принципе, на сегодняшний день штат у нас укомплектован. Слава богу, в последние два года у нас появилось три новых врача. Это молодые доктора с небольшим опытом работы, но они, в принципе, уже влились полноценно в наш коллектив, то есть, и участвуют активно в нашей работе. Ну, скажите, пожалуйста, Елена Анатольевна, как к вам попадают в поликлинику? Это после направления по месту жительства, либо это вот можно прийти с проблемой, которая, да? Ну, вот, как я уже говорила, у нас есть две группы пациентов. Первые пациенты – это которые направляются к нам впервые с подозрением на злокачественное новообразование. Любой пациент просто с улицы, заподозрив у себя какую-то патологию, он не может прийти и попасть на приём, так как поликлиника специализированная. То есть, таким пациентам требуется направление. Они сначала обращаются в поликлинику ЛПУ, да, своего прикрепления, то есть, к парочу-терапевту, к хирургу, к неврологу, урологу, к гинекологу, в зависимости от жалоб, которые у них возникают. Доктор обеспечивает этого пациента необходимыми обследованиями, вследствие чего и подозревает у него наличие какого-то злокачественного новообразования. И далее этим пациентам выдаётся направление к нам на консультацию, чтобы он пришёл к нам не только вот я пришёл, лечите меня, да, у меня есть такое-то заболевание, чтобы мы могли установить диагноз, установить стазию заболевания, план лечения пациента и помочь ему максимально. То есть, есть специальный приказ Министерства здравоохранения Мурманской области, он ежегодно, в принципе, обновляется. Последние 2-3 года в нём особо ничего не менялось. То есть, в этом приказе утверждён перечень заболеваний, которые являются показанием для направления к нам на консультацию. Также там утверждён перечень необходимых обследований, которые должны быть проведены пациентам для уточнения наличия у них заболевания. И вторая категория пациентов – это пациенты с ранее установленным диагнозом злокачественного новообразования, которые получали уже лечение, то есть, которые остаются пожизненно на диспансерном учёте врача-онколога. Есть 116-й приказ Министерства здравоохранения Мурманской области от марта 2015 года, где утверждён тоже перечень пациентов, которые получают помощь постоянно у нас на базе поликлинического отделения, консультативную помощь. Это пациенты с раком молочной железы и с лимфомами, а также пациенты первого года наблюдения после проведённого радикального лечения по поводу установленного злокачественного новообразования. Кроме молочной железы и лимфомы, пациенты спустя первый год наблюдения, если не выявлено у них прогрессирование заболевания, то есть они получили все необходимые реабилитационные мероприятия, восстановились после нашего лечения, они направляются уже под наблюдение врача-онколога участковой своей службы. И далее наблюдаются там. Посещают они своего врача, по мере поступления у них жалоб или установленные законом сроки. То есть пациенты первый год каждые три месяца осматриваются, каждый год каждые шесть месяцев, далее раз в году. Врач уже ведёт их наблюдение. При подозрении на наличие прогрессирования заболевания нашего, если такое всё-таки случается, они опять направляются к нам на консультацию. Ну, понятно. Роман Сергеевич, какие самые распространённые виды рака сейчас в Урбанской области? Встречаются, да? Да. Тут, знаете, как последние годы, в принципе, уже сложился определённый, скажем так, перечень локачественных новообразований, которые делят первые, вторые, третьи, там и четвёртые места. На первом месте уже многие годы это рак молочной железы, на втором месте рак лёгкого, где-то примерно лет 5-7 назад рак лёгкого был на первом месте, сейчас они поменялись. Это по статистике нашего региона? Да, это по статистике Мурманской области, но в принципе, в принципе, в Российской Федерации это примерно одинаковая статистика, вот эти первые места, молочная железа, рак лёгкого. Но также в последние годы большое количество стало рака ободочной кишки, то есть толстой кишки, да, это третье место. На четвёртом месте, если мне не изменяет память, это заболевания кожи плакачественные. Это базально-клеточный рак, это меланомы, ну а дальше там уже, как говорится, идут и предстательные железа, и лимфомы, как мы говорили, вот Елена Анатольевна о них говорила. То есть, как бы здесь большой достаточно перечень заболеваний, которые мы лечим в диспансере и отслеживаем статистику по всему региону. Ну, я могу сказать только одно, на сегодняшний день заболеваемость где-то примерно стабилизировалась, вот, по крайней мере, за 17-й год абсолютное число заболеваний стало чуть-чуть меньше, чем в 16-м году. Но всё равно относительные цифры, да, там заболеваемость на 100 тысяч населения, она всё равно высокая, выше в среднем по России. Вот, на первом месте Терский район, вот, дальше за Терским районом идут Полярные зори, потом город Мурманск, а уже потом Мончегорск, Апатиты, Кировск. Вот. С чем это связано? Связано только с одним. Вот в этих вот районах, Терском, там, грубо говоря, очень старое население, к сожалению, старее. Молодёжь уезжает, пенсионеры остаются, и, увы, это приводит к тому, что показатели заболеваемости злокачественным образованием становятся там высокими. Ну, какой сейчас возраст заболевших, средний? Средний возраст, ну, вы знаете, как бы, вот, честно скажу, статистику по чёткому возрасту нет, а есть периоды, да, определённые. В основном заболевания касаются людей в возрасте 50-59 лет. Вот, это основной такой пул заболевших. Ну, всё равно это люди трудоспособного возраста, и, к сожалению, они могли бы приносить массу, скажем так, хороших, полезных дел делать, приносить, увеличивать ВВП страны и так далее. Но, к сожалению, они заболевают. И я вот смотрел буквально недавно последние цифры по стадиям, да, в Мурманской области. Вот если взять усреднённо все злокачественные образования, то первая-вторая стадия у нас выявляется в 57% случаев. Это хороший показатель? Хотелось бы лучше, потому что четвёртая стадия – это 20%. Это много. Это много. Да. Каждый, считайте, пятый человек, у него четвёртая стадия заболевания. Поэтому хотелось бы, чтобы у нас показатели были такие же, допустим, как при раке молочной железы. Там первая-вторая стадия за 2017 год – это 75%. Это очень неплохо. Мы сейчас занимаемся проработкой такого проекта, как «Момологический центр». То есть, грубо говоря, благодаря помощи сотрудникам научно-исследовательского института онкологии имени Петрова разрабатывается такой проект, что в районах будут со временем установлены современные цифровые маммографы. И люди будут приходить делать там хорошо, качественно маммографию, которая будет приходить к нам в центр. И наши врачи-рентгенологи, которые специализируются именно на маммографии, будут, скажем так, как сито отсеивать всё хорошо. И различные подозрения. И забирать их уже будем на себя, доделывать, дообследовать. Я думаю, что если эта система заработает, то, в принципе, может быть, лет через 5-6 после уже полностью заработавшей системы показатели начнут, на самом деле, увеличиваться. Потому что сразу ожидать вот такого рывка колоссального неправильно, его не будет. Так же, как вот люди спрашивают, вот у нас же говорим, что экология стала лучше, да, а онкология всё равно. А понимаете, в чём эффект накопления предыдущих лет, люди, скажем так, получили тот вот заряд негатива экологического лет 10 назад. А онкология имеет свои законы, вот, от первой клетки до смерти пациентам уходит лет 15. Вот, поэтому мы ещё сейчас пока поглощаем те проблемы, которые были в области в прошлом десятилетии. Ну, что следует обратить тогда внимание сразу, вопрос у меня такой. Мы же бежим к врачам, что и говорить, да, когда вот уже совсем нам дурно становится. Ну, здесь, наверное... Диагностика какая, как правильно себя вести, да, и вот уже... Здесь, наверное, можно только сказать одно регулярное плановое обследование каждому человеку где-то после хотя бы 40 лет, хотя бы раз в 3 года, не надо чаще, 2-3 года. А вот, когда человек будет приходить, да, допустим, в поликлинику, ему будут проводить различные УЗИ, различные рентген-исследования, различные эндоскопические исследования, да, которые перекроют вот тот, скажем так, основную массу злокачественных процессов, которые у нас в Мурманской области превалируют, да. Поэтому, думаю, здесь, в принципе, все в руках самого пациента, назовем так. Ну, и, конечно, в наших руках, чтобы мы отработали эту модель, и она, в принципе, будет приносить свой позитив. Елена Анатольевна, насколько вот доступна, насколько вы открыты для пациента, доступна эта помощь, чем сейчас вот живет ваша поликлиника? Ну, на данный момент мы стараемся делать все, что от нас зависит, для того, чтобы наши пациенты в ближайшее время получали нашу помощь, да, чтобы своевременно выявлялась наша патология, своевременно они попадали на лечение у нас. Значит, на данный момент у нас произошел ряд изменений в поликлиническом отделении вот за последний год. Большая удача для нас, то, что отремонтирована у нас регистратура нашего отделения, то есть она стала больше похожа на доброжелательную, чем это было раньше, да, то есть хорошая атмосфера, красивое помещение, есть холл для ожидания пациентов, регистраторы открыты для пациентов. Немаловажный такой психологический момент, правда? Да, потому что психологический барьер в общении с нашими пациентами, он присутствует. Они же приходят к нам зачастую не со столь онкологической проблемой, а сколько с психологической проблемой, с очень большой на самом деле. Вот. У нас раньше регистратура выполняла функцию и персонала, который вводит информацию о пациентах, ищет карты, разносит их по кабинетам, осуществляет запись на прием к специалистам. Сейчас все немножечко изменилось. У нас есть регистратура, та лицевая часть, скажем так, которую видят пациенты. Они могут подойти к регистратору, сесть, услышать необходимую для них информацию, оформить свою документацию медицинскую без спешки. Есть отдельно колл-центр у нас, который ведет запись пациентов. По телефону нашей поликлиники каждый пациент может позвонить, получить информацию. Наши сотрудники колл-центра проинформируют пациента по телефону о той информации, которую я говорила до этого, то есть кто может попасть к нам на консультацию, что для этого необходимо. Подобрать удобное время для пациентов, потому что все-таки более 50% наших посетителей это люди, которые проживают в отдаленных районах нашей области, так как мы областное учреждение. И здесь очень важно, чтобы они и успели вовремя приехать, и успели вовремя уехать от нас, и успели получить помощь. То есть пациенты могут в итоге быстро дозвониться в колл-центр, записаться на прием, а регистратура, основная ее часть, занимается своей основной работой. Поэтому здесь для пациентов сократилось время, конечно, ожидания, и стало более уютнее. Мы надеемся, что в ближайшее время и само отделение тоже все-таки настигнет ремонт, и нашим пациентам станет комфортно пребывать в наших стенах, не только в регистратуре, но и в целом во всем отделении. Мы на данный момент, из того, что мы, в принципе, стараемся делать, мы стараемся, чтобы пациенты максимально быстро попадали к нам на прием. Вот на данный момент я строго контролирую, чтобы более двух недель ожидания на консультацию к нам времени у пациента не уходило. И это для пациентов, которые состоят на диспансерном учете и приезжают на плановый осмотр. Те пациенты, у которых есть первичная ситуация, мы, конечно, стараемся принять гораздо раньше, в рамках одной недели максимума. Есть ситуации, когда пациенты с отдаленных районов приезжают к нам без записи. Мы тоже стараемся не отказывать им в помощи. У нас достаточно хорошая, в принципе, я считаю, что хорошая диагностическая база в учреждении в нашем. То есть у нас полноценно функционирует рентгенологическое отделение, маммографический кабинет с достойными специалистами. Я считаю, что у них с достаточно хорошим оборудованием. У кабинета ультразвуковой диагностики три врача у нас на данный момент работают основных. То есть выполняются исследования и лимфатических узлов, и брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза, щитовидной железы, простаты у мужчин. Функционирует отделение эндоскопическое. То есть все эндоскопические необходимые исследования, при необходимости проводятся гистологические исследования. Это все в поликлинике? То есть это все в онкологическом диспансере все-таки. Единый комплекс. Да, диагностическое отделение. Это у нас отдельное подразделение, но мы с ними взаимодействуем очень плотно. Пациенты, которые приезжают из отдаленных районов, мы всегда, если есть на то возможность, стараемся обслужить их в рамках даже одного дня зачастую. То есть они могут получить и консультацию врача, и пересмотреть гистологические препараты, если они их предоставили. Если цитологические исследования выполняются, выполнить можем их в этот же день. Врачи диагностических кабинетов, УЗИ, рентгенографии зачастую в день обращения могут пациентов тоже принять на исследование, но только если исследование не требует какой-то дополнительной подготовки, и оно не может быть выполнено в этот же день. То есть мы, в принципе, стараемся, чтобы пациентам было удобно. Естественно, я вижу каждый день недовольство, разочарование пациентов. Это очень обидно тем, что им приходится ожидать длительное время решения своей судьбы, как они говорят, но мы пытаемся им объяснять, что они не одни, их много. Мы стараемся всем помочь, и прием мы стараемся вести не спустя рукава. То есть то, что мы их задерживаем, направляя на какие-то дополнительные исследования, мы, наоборот, идем им навстречу, не заставляем их приезжать еще в какие-то дни. Что из нового у нас появилось? То есть уже в течение больше двух лет, фото-динамическая терапия... Четыре года. Четыре года, да, извиняюсь. То есть по поводу лечения базально-клеточного рака кожи. И вот в этом году я и еще одна моя коллега из нашего учреждения, мы тоже прошли учебу в Казани по фотодинамической терапии, так как у меня вторая специализация еще, ну, которую я получала до онкологической, это акушерство и гинекология, и то есть я больше занимаюсь онкогинекологическим профилем пациентов. Значит, мы уже ввели, да, и уже лечим пациентов, то есть проводим фотодинамическую терапию при предопухолевой патологии шейки матки. Так как пациенты наши, основной контингент, скажем так, пациентов с данной патологией, это молодые женщины, женщины, как правило, детородного возраста. Я, кстати, хочу сказать, что вот по моим личным наблюдениям в течение вот этого года, по крайней мере, количество предопухолевой патологии, выявленной предопухолевой патологией шейки матки у нас стало выше, намного выше, и она растет с каждым днем. Связано, наверное, с инфицированием таким массовым вирусом папиллома человека, женщин. Но при этом, как могу опять отметить я, количество выявленных злокачественных новообразований шейки матки, оно становится меньше все-таки. То есть вот диагностическая служба, она работает. То есть пациенты попадают к нам, получается, лет за 5, да, за 2, за 3, за 4, за 5 лет до появления у них злокачественного образования. Этим женщинам мы можем сохранить и их репродуктивную функцию, и их жизнь, да, не забирать маму своих детей, скажем так. И на данный момент, вернее, ранее, лечение у нас предраковой патологии шейки матки проводилось только оперативным способом. Фотодинамическая терапия нам теперь позволяет безоперационным способом лечить щадящий. То есть у женщины сохраняется полностью ее детородная функция. Это очень большая возможность для женщин, которые хотят еще иметь детей. Роман Сергеевич, ну скажите, немаловажный такой момент, это семья, когда появляется в семье человек заболевший, больной. Как семье себя вести, родным, близким, поддержка, какая должна быть оказана, не впадать в уныние, а все-таки, что делать в онкологическом диспансере, оказывать такую помощь, помощь родственникам? Вы знаете, здесь такой достаточно важный вопрос подняли. К сожалению, во всем мире такая помощь оказывается. Это один из разделов палеотивной помощи. Больным с четвертой стадии, больным с осложнениями после лечения и так далее. К сожалению, мы сейчас находимся еще только в стадии формирования данного раздела медицины, палеотивного. Поэтому в активной фазе сейчас этого нет. Да, мы, доктора лечащие, общаются не только с пациентами, они общаются очень часто с родственниками, с доверенными лицами пациентов. Мы пытаемся объяснять. Вопросов масса, начиная от того, что опасен ли этот пациент для детей и так далее и тому подобное. Тут знаете, в чем вопрос. Наша зачастую общечеловеческая неграмотность приводит к различным негативным отношениям к этим людям. А эти люди заслуживают достаточно хорошего отношения. Почему? Потому что они столкнулись с колоссальной проблемой. И многие из них не теряют самообладание, а продолжают бороться, даже когда им говорят, что у вас четвертая стадия. Поэтому самый, наверное, важный момент на сегодняшний день для нас, для медиков, это профилактика рака. И она разная бывает, первичная, вторичная. И вот то, что говорила Елена Анатольевна по поводу лечения предопухолевой патологии, это, наверное, один из самых важных моментов, который касается непосредственно онкологического диспансера. Я много раз поднимал вопрос о том, что нужно дать возможность нашим женщинам, ну, нашим женщинам, нашим девочкам, которые еще не вступили в половую жизнь, иметь возможность бесплатно привиться от этого вируса папиллома человека. К сожалению, в социальных сетях, да, я не люблю эти сети, в связи с тем, что, к сожалению, там общаются люди, у которых, ну, не хочу обидеть, да, но знаний в этой сфере ноль. И они, как бабки, знаете, вот сидят на лавочке, обсуждают то, о чем не понимают и так далее. Поэтому вот опыт, который есть, ну, всемирный, да, опыт, это Австралия, это Англия, это Америка и так далее, Франция та же самая, да, которая в Европе находится, вот, показывает, что вакцина-профилактика рака шейки матки один из наиболее эффективных способов снижения не только рака шейки матки, да, а и той же самой предопухоли, дисплазии, эрозии и так далее. А если еще дальше пойти, то на сегодняшний день вакцина-профилактика от вируса папиллома человека делается и мальчиком уже, для того, чтобы как можно меньше было раков мочевого пузыря, раков гортани, раков головки полового члена и так далее. Вот, к сожалению, пока мы в Мурманской области не имеем такой возможности людям дать хотя бы выбор бесплатно этой прививки. То есть человек надумал, пришел и это сделал, да, бесплатно. Но надеюсь, что со временем мы все равно добьемся этого, и лет через 10, к сожалению, не раньше, мы увидим результаты вот этой вот работы, которая будет проводиться сейчас. Потому что любая патология, связанная с онкологией, да, это проблема сегодняшнего дня, которая реализуется в будущем. Поэтому нам, онкологам, нужна поддержка, поддержка в первую очередь жителей Мурманской области для того, чтобы мы могли дальше развивать свою службу. А тут важно и понимание, и хорошее доброе отношение к нам. Но мы со своей стороны, ну, по крайней мере, каждый из нас, наверное, пытается наладить связь с жителями в том или ином формате. Спасибо вам за беседу. Время нашей программы вот уже подошло к завершению. Есть возможность обратиться к нашим зрителям, к мурманчанам, да, как от лица доктора пожелать здоровья? Ну, здоровья, конечно, пожелать надо всегда, всем в любом возрасте. Но хочу сказать, сейчас на дворе лето, вот мы все, к сожалению, лишены того и возможности, как жители южных регионов находиться на море, на солнышке и так далее. Мы достаточно подвержены, как я уже сказал, заболеваниям кожи, в том числе злокачественным. Поэтому нужно быть крайне осторожными с солнцем, не злоупотреблять им, пользоваться кремами защитными. Ну, и если что-то вас беспокоит, приходите, будем с вами совместно бороться за ваше здоровье. Спасибо. В нашей открытой студии были Роман Сергеевич Пономарёв, заместитель главного врача Мурманского областного онкологического диспансера, врач-хирург, спасибо. И заведующая поликлиника Елена Анатольевна Белинсон. Елена Анатольевна, спасибо вам большое. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Увидимся на Арктик ТВ. До свидания.